Соревнования, разрушающие стереотипы. В городе состоялось открытое первенство по бадминтону. На состязание прибыли спортсмены из Владимира, Ярославля, Коврова и Нижнего Новгорода. Обывателю может показаться, что бадминтон и не спорт вовсе, тем не менее, это олимпийский вид. Как рассказывают спортсмены, очень сложный и энергетически затратный. Жеребьевка проводится так, что один сильный участник, мы примерно знаем рейтинг каждого игрока, а вокруг него 3-4 участника послабее. И в этой группе они играют по кругу встречи. Сильнейший и второй в группе выходит в следующий круг соревнований. Играют спортсмены до 21 очка, это примерно 20-25 минут. Победа зависит от многих факторов, вплоть до температуры и влажности в помещении. Они сказываются на скорости полета перьевого валана. Бадминтон – спорт высокой координации, в нем очень важна техника, умение применить обманные маневры. Только на первый взгляд кажется, что валан перелетает в сетку бессистемно, а спортсмены расслаблены. На самом деле между ними идет психологическая борьба. Игроки высокого уровня, они играют только психикой уже, потому что движения все отработаны. Даже взглядом можно как-то навести страх на соперника. Уже, например, когда играет на больше-меньше очки, то можно и шнурки завязывать, тем самым отдыхать, набираться силы. Вот это называется психическое давление. Хишам родом из Сирии. Там он впервые взял в руки ракетку. Сейчас мужчина работает инженером-проектировщиком во Владимире. Бадминтон для него неотъемлемая часть жизни. Хишам – фаворит этих соревнований. Это очень сложный вид спорта. Не каждый может выдержать такой спорт, так как требует безумно большая энергия. Так же, как и лыжный спорт. Я так сравниваю. Он похож по этому именно, по выносливости. Высшее мастерство в бадминтоне – морально подавить соперника, скрыть свои намерения. Вовсе не важен рост, вес и возраст. Главное здесь – стержень и сила характера игрока.